Всем привет, ребят! С вами MegaObzor.com и сегодня на тестах у нас система жидкостного охлаждения NZXT Kraken X73. Это новинка. Продажи в России стартовали, доступно за 14,5 тысяч рублей. Комплект включает 3 вентилятора, крепежные пластины для AMD Intel, усиливающие пластину, набор винтов, кабель питания, руководство по установке и гарантийный талон. Представляет 6-летнее гарантийное обслуживание. Это классическая конструкция неразборной системы жидкостного охлаждения, произведенная по лицензии ACETEC. Визуально повторяет прошлое поколение Kraken X72. Радиатор типа размера 360 мм, выполнен из алюминия, окрашен в черный цвет. 14 каналов заполнены между ними пространством гофролентой. Группа крепежных отверстий расположена с двух сторон радиатора. Трубки опрессованы, места выхода усилены. Здесь не стали использовать фитинги, ограничив возможности обслуживания и расширения контура. Радиатор и помпа соединяются с помощью резиновых трубок длиной 40 см. Есть защитная нейлоновая оплетка. Изменения в NZXT Kraken X73 коснулись водоблока, совмещенного с помпой. Его верхнюю крышку теперь можно вращать, изменяя расположение логотипа NZXT на крышке. Зеркальный дизайн с уходящей бесконечности многоцветной подсветкой. Она управляема и синхронизируема. Тут также применена необслуженная опрессовка в угловые фитинги. Питается по линии 12 вольт. На боковой грани находится разъем с 10 контактами microUSB. Последний задействуется для управления с помощью софта. Основание помпы медленно, она хорошо отполирована, следы фрезы отсутствуют. Плоскость ровная. По периметру пазы для фиксации опорной площадки. Снимает с поворотом противочасовой стрелки. К основанию помпы надо будет подключить кабель с 10 контактным разъемом. На выходе подсоединяется к саталинии блока питания материнской плате. Несмотря на наличие трех вентиляторов, тут преднепредусмотрели комплектного разветвителя. Его нужно будет приобретать самостоятельно или задействовать сразу три разъема на материнской плате. Так усложняется аккуратный монтаж в корпусе, и далеко не каждая плата располагает таким количеством разъемов. За активный отвод тепла отвечают три вентилятора ARP-120 с регулируемой скоростью вращения. Минимальная 500, максимальная 2000. Для них заявленный ресурс службы в 60 тысяч часов, без подсветки. С официального сайта для NZXT Kraken X73 можно загрузить утилиты управления. В главном окне вводится мониторинг по компонентам в системе. Платка с теми же данными, но в виде списка комплектующих. Мониторинг по запуску игр за интервалы времени. Управление подсветкой, два элемента настраиваются в отдельности кольцо и логотип. Предустановлено большое количество эффектов. Для них можно откорректировать цвет и скорость эффекта, а также яркость. Инструменты для проведения разгона процессора и тактовой частоты памяти. Контроль охлаждения процессора с выбором профилей. Для ряда источников питания ведется настройка самого блока питания. Общие настройки системы. Установку проводили на оплату с сокетом LGA1151V2. Начинаем установку с фиксации вентиляторов на радиаторе с помощью комплектных винтов. Далее фиксируется усиливающая пластина четырьмя двухсторонними винтами. Ставится опорная пластина на радиатор. Слой термопасты изначально нанесен на центр контактной пластины радиатора. Предварительно рекомендуем подключить интерфейсный кабель. В NZXT Kraken X73 он может быть недоступен после фиксации на материнской плате. Подключаем соответствующий кабель к разъему на плате и блоке питания. Напомню, вполне реально столкнулся с проблемой подключения вентиляторов. Потребуется разветвитель, про который забыли при комплектации этой системы водяного охлаждения. Сейчас видите данные, полученные в ходе тестов. Это три разные платформы, три разных процессора мы тестировали. По ссылке текстовый обзор там можно сравнить эту систему водяного охлаждения с протестированными ранее решениями. Подводя итоги, NZXT Kraken X73 не обслуживает системой жидкостного охлаждения флагманского уровня. Привлекательный нижний вид с поворотной крышкой водоблока, поддержка тонких настроек с помощью софта, высокая эффективность отвода тепла, мультиплатформенность и низкий уровень шума. Но и без минусов не обошлось. Не устроить может отсутствие в комплекте разветвителя для вентиляторов. С удовольствием обсудим с вами NZXT Kraken X73. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok